Месячник военно-патриотического воспитания проходит в Северо-Казахстанской области. В его рамках организовали и спартакиаду по многоборию среди старшеклассников Батр Айбандорпэг. Как прошел один из этапов турнира в Казалжарском районе, расскажет наш корреспондент. Спартакиаду по многоборию среди допризывной молодежи проводят в области с 2017 года. Ее цель – воспитание патриотического духа и привитие здорового образа жизни. В этом году ребята соревнуются в течение месяца в несколько этапов. Сегодня третий из свыше сотни юных спортсменов собрались в Бескольской средней школе номер три. Отдел образования совместно с Молодежным ресурсом и отделом по делам обороны Казалжарского района проводят в данном мероприятии военно-спортивном многоборье Батыр в рамках Месячника Патриот. Первый этап у нас проходил на базе Парасата, школа-лицей Парасат. Там была защита от оружия массов поражения. Второй этап у нас проходил на базе Батирекской средней школы. Там у нас проходила огневая подготовка – это стрельба с пневматической винтовкой, метание гранатой. Соревнуются здесь 26 районных школ. Школьники показывают свою силовую подготовку, а это подтягивания на перекладине и бёрпи. Все стараются выложиться на максимум. А для некоторых это еще и шанс проявить себя перед дальнейшей карьерой военного. В их числе девятиклассник Али Аманбаев. Я учусь в школе-лицей Парасат. У нас настрой хороший, боевой. Хотим занять первое место. Двух соревнований брали по вторым местам. И вот, приехали сюда, желаем, чтобы мы первое место взяли. В школе каждый день готовимся на это соревнование. Каждый день, постоянно. Не менее боевой настрой и у девочек. Каролина Эйснир учится в якорской средней школе и участвует не в первый раз. Говорит, главное в этом деле – не отступать и упорно тренироваться. Сегодня у нас будут входить только прыжки и только пресс. У нас была стрельба. У нас даже будет в будущем скоро соревнования. У нас также будет подготовка военная. Будем пресс качать, сжиматься, бегать и все подряд. Думаю, что в будущем я свяжу свою жизнь с чем-нибудь военным. Так как мне это нравится. Последний этап через неделю, а 7 мая пройдет торжественное шествие, где лучшие три команды наградят кубками и денежными призами. Команда, занявшая первое место, представит район на областном этапе Спартакеады. Адилья Акушекова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. Адилья Акушекова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. Адилья Акушекова, Адилья Акушекова. Продолжение следует...